Рязанский радиотехнический университет – один из крупнейших технических вузов региона, в котором активно ведется не только научная работа, но и творческая. Однако конкурсы, до сих пор проводимые в университете, касались по большей части артистических талантов студентов. Теперь же руководство вуза положило начало проведению первого технического конкурса – КПД. Идея его создания зародилась в прошлом году, реализовать же ее удалось только сейчас. Конкурс по замыслу организаторов должен популяризировать творческую сторону процессов конструирования и проектирования. Надеюсь, что результаты будут такими, что мы примем решение расширять практику проведения таких технических конкурсов в нашем процессе обучения и воспитания. На самом деле, это как раз и есть подлинное воспитание. Когда ребята узнают свои силы, когда они приходят к необходимости применять знания, полученные в процессе обучения. Организаторы решили, что для старта конкурса достаточно двух номинаций. Первая заключалась в разработке оригинальной конструкции часов. Здесь ребятам предстояло включить свою фантазию и создать действительно нечто уникальное. Итог был представлен на презентации конкурсных работ. Различные формы, а здесь можно было увидеть даже часы в виде ракеты, а также необычные способы отображения времени. Так в модели Кирилла Ретюнских вместо цифр – светодиоды. И прежде чем понять, сколько времени, в уме нужно произвести несложные подсчеты. По центру красным цветом располагаются светодиоды, которые отображают часы. То есть сейчас у нас три часа. Раз, два, три. Дальше у нас идет индикация минут. Индикация минут – это самые две крайних полукруга. Вот это вот десятки минут, то есть 10, 20, 30, 40, 50 минут. Сейчас горит 30 минут, а это единица минут от одного до девяти. Сейчас на часах три часа тридцать минут. Вторая номинация была связана с 3D-моделированием. Здесь студентам с помощью 3D-принтера предлагалось сконструировать либо многофункциональный пульт, либо модель противоударного корпуса в соответствии с определенными техническими характеристиками. Представленная работа оценивала жюри, председателем которого стал проректор по научной работе и инновациям Сергей Гусев. Конкурсанты подошли очень, так сказать, творчески и с душой, и с удовольствием. То есть, как видите, проработки достаточно глубокие. Предусмотрели разные мелочи, разные эргономические тонкости и так далее, опыт людей, привычки и тому подобное. Ну и, естественно, по технике показали подготовленность в работе на современном программном обеспечении. Все же это моделируется на фирменных программных продуктах, сложных системах, сложных системах. Поэтому я считаю, что уровень очень высокая. Конкурсантов в этом году было немного. По словам организаторов, не всем удалось справиться с заданиями. Так что до финала дошли всего 8 человек. Правда, один из конкурсантов принял участие в двух номинациях. Причем смоделировал он и пульт, и единственная из всех – модель противоударного корпуса. По его словам, все номинации в той или иной степени отображены в его учебном плане. А участие в подобных конкурсах – это прекрасная возможность получить неоценимый практический опыт. Студенты, сидя на лекции, они получают теоретические знания, но эти знания нужно уметь им применять на практике. И вот как раз-таки такие конкурсы, они дают возможность это сделать. Поэтому я считаю, что это очень важно. Это важно не в плане, то есть, мне кажется, это в рамках страны важно. Потому что, вот как сказал сегодня ректор, очень грамотная мысль, что нужно переходить от микроколлективов к макро. Участники и победители конкурса получили дипломы и ценные призы. Ну а мы напомним, что конкурс был приурочен к 95-летию со дня рождения академика Владимира Уткина. Кстати, в этом году ученый Совет РГРТУ выступил с ходатайством перед правительством Рязанской области и губернатором о присвоении университету имени этого великого ученого. Ирина Ковалева, Олег Парамзин, телекомпания «Город».